Иисуса Христа под видом хлеба и вина, тела и кровь его кушать. И с ним соединяться. Каждый воскресенье. Если так мы делаем, то мы исполняем задумки. О том, что делай шесть дней, а один день Богу посвятить. Это, наверное, все-таки о суете. От суеты от речи, которая затягивает нас. Это суета. Почему суета? Потому что все эти дела, они не имеют в вечности никакого цены. Все эти наши суеты, они нужны для временной жизни. А дело, которое мы здесь совершаем, общее дело, литургия для вечности. Причащаемся тело и крови Господа Иисуса Христа в оставлении грехов и в жизнь вечную. Именно это вводит нас в вечную жизнь. То есть сам Христос. Никто не может нас ввести иначе. Он основал церковь и здесь пребывает. И мы с ним здесь соединяем. Сегодня мы слышали Евангелие от Виталинских, этих песноватых, когда Господь пришел в эту страну и выгнал бесов, которые, конечно же, в ужасе были местные жители. Там было стадо свиней, в которые вошли бесы из этих людей. Две тысячи голов, примерно. Представляете, стадо, две тысячи голов. И оно, они не могли каждого человека, этих людей, там в одном месте это один, в другом, два человека. То есть погубить. А свиньи сразу погибли, в которых они вошли. Это о чем? О том, что Господь не хочет смерти грешников. Он попускается для его спасения. И вот что же эти гадаринские жители, когда услышали, они в ужасе были, в страхе. И говорят, выйди от нас, уйди. Не стали слушать его, потому что испугались. И он, да, они переправились на другую сторону моря Галилейского, в Капернаулу. Другое евангельское чтение. Марфа и Мария. Приняли, эти приняли, в дом сло. И вот Марфа заботилась об угощении, о столе принять такого гостя. А Мария просто сидела, слушала. И вот что же Марфа. Она возмутилась и возроптала. И на сестру. Говорит Господи, и на Господу тоже Иисуса Христа. Что ж ты видишь, я одна тут бегаю и суечусь. А сестра моя вроде как ничего не делает. Скажи ей, еще я указываю тому, что ей сказали. Скажи ей, да, чтобы мне помогла. И что слышит? Марф, Марф. Печеши себе, мол, и жаннози. Едино же есть на потребности. А Мария благую часть выбрала, которая не отнимется от нее, слушать Слово Божие и его исполнять. Это тоже пример для нас. Назидатель. Что важно, что действительно спасительное и есть на потребу. Едино есть на потребу. Слово Божие, которое есть сам Господь наш Иисус Христос, Бог Слово. Которое нам здесь это Слово преподает. И если мы отказываемся от суеты, от этого мирства, потом мы все сделаем, все успеем. Но этот день посвятим Богу. Мы сегодня слышали им по учению Святоотеческое об этом. И заповедь нам дана. Шесть дней делай. Один день посвяти Богу. И все будешь успевать в эти дни. То, что на потребу. Ведь речь о приоритетах. Что важно, что второстепенно. Не значит, что нельзя, не надо заниматься этими делами. Надо. Но это не на первом месте. Христиан. У наших предков всегда на первом месте была молитва. Молитва. И поэтому сказали они просто. Без Бога не до порога. Так сказали. То есть, всегда молились постоянно. С Богом. Не мыслили жизнь без Бога. И кому церковь не мать, тому и Бог не Отец. Так сказали наши предки. Повторяя за Василием Великим. Это его извиняюсь. Мы себе взяли в пословицу поговорку роды родов. Чтобы и до нас дошел этот зов. Придите. Говорит Христос ко мне. Все труждающиеся, обремененные. Чем? Суетой вот этой мирской. Всем этим на самом деле вечности, в смысле вечной, бессмысленным. А ну мы все равно с собой ничего этого не заберем. А что мы заберем с собой в вечность? То, что в сердце сложили богатство, добродетели. И еще у нас груз грехов. Но от грехов от груза нас освобождает Христос. И дает нам богатство нетленное. Придите ко мне, говорит. И научитесь от меня. Сособлюдайте мой закон евангельский. Сособлюдайте. Я как рота перед есть. И смирен сердцем. И обращайте покой душам вашим. Потому что иго мое благо и бремя мое легко. И действительно, те, кто знают. Те уже, которые живут практикой духовной жизни. Нормально, наши христианства. Это утренние и вечерние правила. Мы читаем Евангелие. Читаем апостолы. Помаленьку каждый день. А самое главное, в воскресенье собираемся на общую молитву. Здесь исповедуемся. Причащаемся к Христовым. Таим для нас все благо и все легко становится. Поэтому, говорю, все время никогда не забуду старушку. Такой был у нас в Твери когда-то. Такой зима. И вот там такой нерадивый был у нас граноначальник. Там какой-то новый. И он не следил за уборкой улиц. И значит, такие улицы были просто невозможны. Кругом вот такие все. Лед везде. Там люди падали. И, в общем, коломались в бесконечности. Вот перегружены были эти травмпункты в Твери. И даже в газетах об этом писали. И вот воскресный день. Я еще трех исповедников там служил. На набережной Панас-Никите. Приходит бабушка. Еле идет. С какими-то вот еле. Вот такая. Думаю, куда ты пришла? Я думаю, чего ты? Сидела бы дома. Ведь сейчас переломаешься вся. Но, представляете, в таком состоянии пришла в воскресный день. Почему она, несмотря на такие опасности, пришла? Потому что она не может себя лишить этого богатства. Она готова лучше пострадать, но не лишить себя. Насколько верующий понимает, что здесь Христос сокровищница. В этой церкви есть сокровищница. Это Рене Ленский, его слова. Которую Бог положил все необходимое для нашего спасения. Приди и возьми. Неужели это трудно? Легко и благо. Вот это понять, уразуметь и жизнь преобразится в человеческий день. Ну, конечно, для верующих нам объяснять не надо. Мы не можем не пойти в храм. Как это не пойти в храм воскресенье? Это невозможно. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе!